здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я не назвал уничтожение 300 летних старцев или кто такой был пётр первый мои подписчики спасибо им большое прислали интересный материал на live journal вот такая вот интересная статья о петре первом и мой подписчик михаил прислал мне свою версию истории петра первого кто же он был на самом деле давайте я этих два материала объединил в один ролик давайте я вам маленько зачитаю начнем вот с этой статьи на live journal пишет вова восток так ссылку я вам оставлю потому как он здесь привел вот у него есть ссылочка еще он какие-то тут факты приводит в доказательство своей статьи поэтому заходите читайте почему одним из первых указов петра первого был указ об истреблении трехсотлетних старцев по некоторым источникам приказ петра первого об уничтожении трехсотлетних старцев был для того чтобы внедрить обманную историю с помощью неназемцев но об этом указе не сохранилось наше время свидетельств и надо учитывать что истории как писалось для нас не такой какая она была на самом деле так и то что сейчас тоже пытаются влиять на народ с помощью всемозможных сказок исторического толку современного сочинительства версий много потом по поводу данного вопроса имеется предположение что послужило этому личность петра вызывает и сейчас не одна неоднозначную реакцию например в своей работе антихрист дмитрий мережковский отметил полное изменение внешности характера и психики у царя петра первого после его возвращения из земель немецких куда он поехал на две недели а вернулся через два года русское посольство сопровождавшая царя состояла из двадцати человек и возглавлял его а д меньшиков после возвращения в россию это посольство состояло из одних голландцев включая небезызвестного лефорта единственным из старого состава остался лишь меньшиков это посольство привезло совершенно другого царя плохо говорившего по-русски не узнающего своих знакомых и родственников что сразу выдавала подмену это понудило царису софью сестру настоящего царя петра первого поднять стрельцов против самозванца как известно стрелецкий бунт был жестоко подавлен софью повесили на спаских воротах кремля жену петра первого самозванец сослал в монастырь куда она так и не доехала и вызвал свою из голландии своего брата ивана пятого и своих маленьких детей александра наталью и лаврентия же же петр умертвил сразу хотя официальная история об этом рассказывает нам совсем по-другому а самого младшего сына алексея казнил как только тот попытался освободить своего настоящего отца из бастилии лжепетр стал действует как обычный завоеватель разгромил русское самоуправление земство и заменил его бюрократическим аппаратом инородцев которые привезли в россию воробство разврат и пьянство и усиленно его здесь насаждали передал крестьян собственность дворянам чем превратил их в рабов для отбеливания образа самозванца это мероприятие сваливается на ивана 4 разгромил купечество и стал насаждать промышленников что привело к уничтожению прежней универсальности людей разгромил духовенство носителя русской культуры и уничтожил православие приблизив его католичеству что неизбежно породило атеизм ввел курение употребление алкоголя и кофе уничтожил древнерусский календарь омолодив нашу культуру на пять тысяч пятьсот три года повелел все русские летописи связи свести в петербург а затем как и филарет приказал их сжечь призвал немецких немецких профессоров написать совершенно другую русскую историю под видом борьбы со старой верой уничтожил всех старцев живших более 300 лет запретил выращивать амарант и употреблять амарантный хлеб являющийся основной пищей русского человека чем уничтожил долгожительство на земле которое оставалось тогда еще в россии отменил естественные меры сажене сажен палец локоть вершок присутствующие в одежде утвари и архитектуре сделал их на западный манер фиксированными это привело к уничтожению древнерусской архитектуры и искусства к исчезновению красоты быта в результате чего люди перестали быть красивыми так как в их строении исчезли божественные и жизненные пропорции заменил русскую титульную систему на европейскую чем превратил крестьян в сословие хотя крестьянил этот титул выше короля о чем есть не одно свидетельство уничтожил русскую письменность состоящую из 151 знака и ее 43 знака письменности кирилла и мефодия разоружил русскую армию истребив стрельцов как кассу и на европейский манер вел примитивное огнестрельное и колющее оружие переодев армию сначала во французскую а затем в немецкую форму хотя русская военная форма была сама оружием в народе новые полки получили название потешные если все тщательно скрыли и сожгли хотя рукописи не горят откуда знания и тем более подробности знания сохранились через староверов и других хранителей которые при репрессиях были вынуждены россия россиян рассеяться по разным странам и глубинкам россии как минует опасность и изменится ситуация к лучшему мы еще не то узнаем ну и значит вот здесь есть ссылка можете посмотреть он значит дополняет свою эту статью вот еще ссылкой переходите читайте все я вам оставлю так давайте же теперь перейдем к другому письму который я получил на тему петра первого давайте с вами посмотрим другую версию кто же такой был этот самый пётр первый поехали петра первого звали карлом левендалем профессиональный флотоводец губернатор датской вест-индии на карибских островах его родной брат был правителем норвегии отсюда все правила налогообложения и тому подобное русские это аналог название индийских сипаев или сегодняшних бандеровцев на украине именно поэтому русский это прилагательное а не существительное так как это национальная гвардия работавшая за деньги для датских захватчиков то есть это военное ополчение выращенное и военизированное государство которое в дальнейшем использовалась как перемалывающая избыток лишних рыцарей и людей из европы отправляющихся теперь не за гробом господнем в иерусалим так как он стал пустыней а теперь отправлялись папой римским на равнины россии искать своей погибели только из-за численности населения каст и культур в индии сипаи вернулись к своим через восстание что изобразил верещагин в россии произошло полное культурное порабощение и русские вырезали несогласных княжеских имен новгородцах и московитов как бандеровцы на донбассе поэтому помогло изобретение печатного станка в германии печать пропаганды открыла возможность печати приказов машинным способом из центра колонии они от руки корабли доплыли до питера доплывали до питера дней за 7 10 из копенгагена авторы имена колониальные правители для удобства именования и благозвучия взяли из русских княжеских ремень и имен через список с радостью подготовил мусин пушкин а заодно и указал каких князей на руси надо вырезать чтобы корни были затеряны после обмена территориями а альденбургами решили все эти исторические перипетии забыть и страна и страна стала россией первую историю стал писать француз вольтер сидя во франции и не быв в россии смотрите картинку которую за основу затем взял и карамзин для истории государства российского пётр первый собрал все книги из монастырей якобы для копирования и не вернул а отправил в ватикан и климент одиннадцатый с кем пётр вел дружескую переписку согласно высланным ранее дневникам куракина я наверно еще один ролик сделаю я вам покажу эти самые дневники куракина ребята это в самом деле как писал этот пётр письма этому самому папе так это боже мой но разве может так император так ну я не знаю прям просто жопу лизал конкретно так и кому дал возможность открыть католических храмы и иезуитские школы в москве считается что при клименте одиннадцатом была основана академия живописи и скульптуры а ватиканская апостольская библиотека обогатилась многочисленными восточными кодексами найденными при археологических раскопках в римских катакомбах короче вот эти вот восточные кодексы ребята это и есть наши книги древние так раскопках римских катакомбах вот ссылочка значит оставляю он вам там то что он здесь описал он как бы доказывает и вот приводит ссылки победители не судят поэтому они пишут истории историю ермак был наследным царем сибирского царства которое уничтожили так же как и новгород и тому и так далее санкт-петербург не строился петром он лишь лютеранскую церковь поставил в петропавловской крепости в дальнейшем его потомки город расширили согласно присланным из метрополии пруссии мастерам и инженерам город видимо изначально отстраивали новгородцы с кем-то а до этого исаакиевский собор был построен кем-то из древних римлян или их наследниками бессмысленно ворошить историю в архиве ватикана не пустят они частные а подробности кто петр это и так знали но нужно историкам оформлять единую непротеревечивую картину чтобы сплачивать страну нацию русские украинцы белорусы новгородцы пруссы поляки генетически и культурно один народ опять ссылочка можете все это дело тут прочитать с историей войны 1812 года похоже то же самое наполеон тоже привел войска де-факто чтобы избыток населения растворить на просторах россии кстати ребята следующий ролик и я вам зачитаю один интересный документ из старинного журнала где четко прям написано что война 1812 года это была оккупация ждите наверное сейчас я этим делом и займусь а течение часа муж полтора пока все это дело там найду я вам покажу интересный этот журнал там конкретно написано что это была колонизация так растворить на просторах россии в москве возможно было восстание местного купечества от прусско-французского колониального правления тут требуется еще выяснения смотрите фото все это становится актуальным по мере подготовки к установлению в россии монархии а значит референдума по поводу изменения конституции и вся эта история также связана с местом работы путина в 80-х и о силах которые поставили его президентов и опять ссылочка так что смотрите ребята может быть даже эта версия имеет место быть кто чё видел кто чё слышал может быть подтвердите эту версию может быть наоборот опровергнут опровергните но интересная вот об этом вот этот седьмой пункт с историю войны 1812 года ожидайте сегодня будет ролик я вам покажу этот журнал где конкретно написано что это была колонизация спасибо за внимание подписывайтесь на канал до свидания